Комплект аварийно-спасательного инструмента, с помощью которого можно разрезать арматуру, скрывать двери, машины разрезать, если вы ехали на ДТП. Обычная, казалось бы, пожарная машина. Но сегодня ребята впервые увидели, сколько в ней начинки. Здесь все, чтобы спасти тех, кто оказался заложником стихии. Но при всем при этом спасти удается не всегда, объясняют огнеборцы. Так что куда лучше не доводить дело до ЧП. Дети, зная о труде, о сложности труда пожарных, возможно, будут меньше играться со спичками. Если это воспитывать с детского возраста, как детей приводим сюда, то, я думаю, будет больше эффект в этом. Получить такой эффект решили сами пожарные. Именно они предложили социальному центру «Доброта» приводить к ним на экскурсии детей. В первый раз посетителей набралось немного, около десяти. Но организаторы обещают на этом не останавливаться. Ведь дело нужное и в обучении полезным навыкам, и для того, чтобы занять детей летом. Мероприятие проводилось с целью того, чтобы предотвратить пожар, который происходит по детской шалости. В основном на это мероприятие приглашались ребятишки, которые в данный момент не организованы. Не в лагерях, а вот именно дома находятся с родителями или вообще без присмотра родителей. Компанию подопечным соццентра составили школьники, занимающиеся в добровольно-пожарном обществе. Они в желтых футболках. Ребята не только впечатлились работой огнеборцев, но даже смогли немного почувствовать себя ими. У меня есть прожекторы, люки, всякие различные лестницы. Мы еще знаем, что пожарный должен на четвертый этаж за 36 секунд залезть. Ты бы так смог? Нет. Без подготовки не смог. Возможно, благодаря таким экскурсиям кто-то из нынешних школьников и сам решит обучиться столь нужной профессии. Но главное, чтобы ребята поняли, за свою безопасность отвечают в первую очередь они сами. Анна Шадрина, Александр Матвеев, программа «Город». Спасибо. Спасибо. Спасибо.